Основные показатели государственной программы в Новополоцке выполнены. Но отдельного внимания заслуживает демографическая ситуация. В городе, как и по всей республике, отмечается снижение рождаемости и, как следствие, отрицательная динамика численности населения. За прошедшую пятилетку родилось на почти 500 детей меньше. Причин сложившейся ситуации несколько. Есть среди них и объективные. Мы сегодня находимся в так называемой демографической яме, потому что на сегодняшний день то поколение, которое у нас после 1986 года, то есть там было снижение рождаемости, поэтому абсолютно это объективно как-то и оправдывает. То есть снижение количества женщин в фертильном возрасте. Я думаю, что мы через некоторое время будем выходить из этой демографической ямы. Как следствие этого, я думаю, данные показатели будут уже на должном уровне. Что касается показателя смертности людей в трудоспособном возрасте, в Новополоцке он остается одним из самых низких в Витебской области. Лидирующие позиции среди причин смертности трудоспособного населения занимают болезни кровообращения. Второе место – онкологические заболевания. Третье – смертность от внешних причин. По всем показателям в Новополоцке наблюдается снижение. Это результат слаженной работы медиков и всех субъектов профилактики. Но останавливаться на достигнутом нельзя. При положительных показателях выполнения программы, конечно, вы видите, что вопросов у нас очень и очень много. Над которыми надо серьезно работать. Те положительные тенденции, безусловно, надо сделать все, чтобы их закрепить. Опыт этот перенять и расширить, внедрить с максимальным эффектом. Ну и понимать, что в условиях очень серьезных мы будем работать и в 2021 году. Никуда наша пандемия не денется. Бюджетных средств у нас значительно не прибавится. Поэтому мы должны все наработки, которые у нас есть в 2020 году, конечно же, максимально эффективно использовать. Основными направлениями работы системы здравоохранения Новополоцка на ближайшее время станут развитие амбулаторно-поликлинической службы, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, реализация мероприятия по закреплению кадров. Конечно, без внимания не останутся вопросы повышения рождаемости. В том числе за счет внедрения мер по укреплению репродуктивного здоровья, формирования культуры здорового образа жизни, укрепления института семьи. Приоритеты в работе новополоцких медиков сходны с основными постулатами новой пятилетней государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность», которая была на днях принята.